здравствуйте дорогие пятиклассники я рада новой встрече с вами начнем наш урок с разминки решите лингвистическую задачу и узнаете о чем мы будем говорить сегодня как превратить безграмотного человека в грамотного а без честного в честного отнять у слов приставку сегодня мы продолжим изучать приставки на прошлом уроке мы познакомились с неизменяемыми приставками выяснили что таких больше всего в русском языке и отличаются они твердым характером пишутся всегда одинаково независимо от произношения но есть приставки которые согласны меняться при некоторых условиях эти сговорчивые приставки без без вас с воз воз из из низ низ раз раз роз роз через 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 все они оканчиваются на за или с и составляют особую группу тема урока буквы с с на конце приставок и сегодня мы ответим на вопросы в чем особенность приставок оканчивающихся на за и с от каких условий зависит выбор букв за с на конце приставок почему природу называют самым лучшим художником вспомним слова из нашей задачи безграмотный и бесчестный в них как раз есть приставки на за и с может быть эти приставки пишутся так как слышатся проверим это предположение прислушаемся к словам какой звук мы слышим в приставках беззвучный бесполезный бесшумный безжалостный бесчетный буквами з и с обозначены разные звуки значит правописание этих приставок не зависит от произношения как же понять какую букву следует писать за или с этим же вопросом задается неуч пете из сказки послушайте эту сказку и помогите петя сформулировать правила правописание приставок на за и с жили были в грамматическом царстве государстве согласные звонкие глухие дружно жили не тужили но однажды в это царство попал неуч петя он усиленно готовился к диктанту да и заснул но и во сне он задавался важным вопросом какая согласная з или с стоит на конце приставок тут звонки из запел звонким голосом что он стоит всегда на страже слов развод разбег измерись глухой с прошептал что только с нужен на конце приставок в словах расчет беспокойство исчезать их спор чуть до драки не дошел не уч пете совсем потерялся а ему нужно было подготовиться к диктанту так он и не узнал чем спор закончился потому что его разбудила трансляция радио няни живут на свете людям помогая приставки через и звоз раз и без но звук глухой согласны их встречали и мы их пишем неуч петя понял что это ответ на его вопрос но звучал он как-то несерьезно без примеров не учу пете нужно было услышать правило помогите петя какие слова нужно добавить следующую запись чтобы помочь пете запомнить правило в приставках на з с перед звонкими согласными пишется за а перед глухими с расписание с перед глухим раздельно з перед звонким сделаем вывод правописание приставок на з и с зависит от последующего согласного потренируемся выполним упражнение 248 замените выделенные слова однокоренными с приставками оканчивающимися на з или с объясним написание приставок в этих словах например бутоны тюльпанов открылись бутоны тюльпанов раскрылись перед глухим к пишем с проверим яблони в саду расцвели перед глухим ц пишем с идет беспрерывный дождь перед глухим пишем с мы истратили деньги перед глухим пишем с у моего друга беспокойный характер перед глухим пишем с избалованный котенок громко урчал перед звонким пишем за нельзя допускать чрезмерную физическую нагрузку перед звонким пишем за замените имя существительное с предлогом именем прилагательным с приставками на з и с ребенок без забот без заботный шоколад без вкуса без вкусный жидкость без цвета бесцветная вход бесплаты бесплатный пустыня без воды без водная океан беспредела беспредельный обобщим наши знания о правописании приставок и составим алгоритм рассуждения правописание приставок выделяю слове приставку определяю какой группе она относится неизменяемые приставки приставки оканчивающиеся на за с приставки при и при неизменяемые приставки пишу всегда одинаково если приставка оканчивается на за с смотрю на 1 согласный в корне если он глухой пишу с если звонкий пишу за помним что нужно быть внимательными ведь чтобы правильно написать приставку нужно правильно ее определить потренируемся в этом выполним упражнение 250 распределите слова по группам с приставкой на з с с приставкой с и без приставки рассвет избрать разгадать расследовать чрезвычайный расчет сводить сдать здание сплотить спешить немного поиграем рассыпались пословицы помогите их собрать разговором сыт не будешь если хлеба не добудешь глупый осудит а умный рассудит не вырастешь овощей не сваришь ищей долго рассуждай да скоро делай не разгрызешь ореха так не съешь ядра разговорами каши не сваришь какие буквы пропущены объясните их написание какие приставки встретились нам в пословицах приставки раз раз и неизменяемые приставки до о вы с какие из этих пословиц являются синонимичными то есть похоже по смыслу это пословицы разговором сыт не будешь если хлеба не добудешь разговорами каши не сваришь не вырастешь овощей не сваришь ищей не разгрызешь ореха так не съешь и ядра чему нас учат эти пословицы слова не подкрепленные делом ничего не стоят не прилагая усилий старания не получишь результата посмотрите фрагменты из мультфильмов что между ними общего предвыла к нему рыбка и спросила чего тебе надобно старчик ей с поклоном старик отвечает смилуйся государыня рыбка разбранила меня моя старуха не дает старику мне покою надобно ей новое корыто на что совсем раскололась за морем житье не худо в свете ж вот какое чудо остров на море лежит град на острове стоит каждый день идет там диво море вздуется бурливо закипит подымет вой хлынет наберег пустой расплеснется в скором беге и останутся на беге тридцать три богатыря но царевна молодая тихомолком расцветая между тем росла росла поднялась и расцвела белолица черноброва нраву кроткого такого и жених сыскался ей королевич Елисей все эти мультфильмы сняты по сказкам Александра Сергеевича Пушкина а как мы напишем слова в строчках из этих сказок разбранила пишем З в приставке перед звонким раскололась пишем С перед глухим К вздуется пишем З перед звонким Д Расцветая расцветая пишем С перед глухим Ц В рубрике Слово дня рассмотрим слова расцвет и расцвет Расцвет существительное мужского рода первое значение так говорят о растениях цветение время появления цветков полным пламенным расцветом листают розы и горят второе значение переносная первое значение переносное ранний период начало чего-нибудь на рассвете жизни прилагательное рассветный глагол расцветать ставьте пропущенные буквы в словах исходя из их значения нежно-розовая полоса рассвета протянулась на горизонте молодая яблоня расцвела и стала настоящим украшением сада на рассвете молодая яблоня молодые деревья распустили маленькие нежные цветочки в ту пору уже расцвела сирень весь город был наполнен ее ароматом что может быть волшебнее чем наблюдать за рассветом за рождением нового дня когда небо кажется одной большой палитрой где невидимый художник смешивает свои краски или смотреть как после зимы на деревьях появляются первые маленькие листочки они особенно яркие и смелые или удивляться сколько богатых оттенков у осени сколько света у зимы у природы все гармонично нет ничего лишнего и очень важно не только уметь любоваться ее красотой но и уметь сохранить ее прочитаем текст упражнения 251 можно ли назвать эту запись текстом почему такую запись сложно читать в ней отсутствуют знаки припинания которые помогают нам понимать смысл текста определим границы предложений и расставим знаки припинания на ночь чрезмерно похолодало но к утру небо разъяснилось и взошло солнце его бесчисленные лучики озарили комнату и на окнах засветились расписные узоры вот на одной половинке окна распушилась красивая хвойная ветвь а на другой раскрылся причудливый цветок какой это мастер расписал все стекла такими искусными узорами о каких картинах идет речь в тексте кто этот художник конечно так поэтично автор называет мороз и его чудесные рисунки на окнах а определить какие буквы пропущены в словах вам предстоит самостоятельно выполняя домашнее задание проверьте себя чтобы узнать насколько хорошо вы усвоили правописание приставок сыграем в игру третий лишний найдите лишнее и объясните свой выбор интересно рассказать долго исследовать разбудить утром лишнее разбудить утром здесь в слове пишется з в приставке а в остальных словах с исколесить пол света и жарить на сковороде быстро расписаться и жарить на сковороде и жарить на сковороде в этом слове пишем з без хитростный сгребать без козырка лишнее слово сгребать в этом слове неизменяемая приставка с без а в словах без хитростный без козырка приставки без восход возрастет восторг лишнее слово восторг потому что в нем нет приставки все слово состоит из корня запишите домашнее задание параграф 45 упражнение 251 запишите текст вставьте пропущенные буквы выделите приставки и объясните их написание подведем итоги урока сегодня мы ответили на вопросы в чем особенность приставок оканчивающихся на з и с от каких условий зависит выбор букв з и с на конце приставок почему природу называют самым лучшим художником не упускайте возможности насладиться ее творениями тот кто умеет видеть красоту в природе просто не может ей навредить наш урок подошел к концу я благодарю вас за внимание всего доброго